Всем привет! Меня зовут Михаил Демидов и сегодня я увлекся живописью. Достал свои краски, вот видите, желтая есть, есть еще красная и синяя. Всего лишь три, но из них можно сделать практически все цвета. Для этого нужно их смешивать. Вот я взял желтую, если я добавлю немножко красной, мы получим, конечно же, оранжевую. Вот видите, он стал такой, как морковку. Ну, пока еще не как морковка, но скоро станет уже морковным. Также можно получить зеленый, если смешать синий с желтым. Вот представляете, можно получить все цвета, но в химии действуют совершенно другие законы. И сейчас я вам покажу это. Краски можно отставить немножко в сторону. И возьмем вот такой стакан, стакан с водой. Смотрите, здесь обычная вода. Нам потребуется положить в него, буквально немножко насыпать белых гранул. Заметьте, белых гранул насыпать. А после этого хорошо перемешать. Перемешаю. Вот у меня есть такая деревянная палочка. Перемешиваем. И чтобы получить зеленый, недостаточно сейчас насыпать туда еще желтого реактива и синего. Мне необходим красный реактив. Такой, смотрите, вот у меня есть здесь немножко красного реактива. И сейчас я его буду смешивать. Так, плохо смешивается. Нужно помешать. И смотрите, получаем такой изумрудный красивый цвет. Очень интересно. Но у меня есть еще один очень интересный эксперимент, совершенно секретный. Называется «Флаг России». Для этого мне понадобится стакан с водой и три пустых стакана. Вы видите, что вода прозрачная. В стаканах нет никаких красителей. И сейчас я буду наливать воду из этой колбы в стаканы. Итак, смотрите, я наливаю в стакан и вода не изменила цвет. А теперь, абсолютно естественно, если я налью во второй стакан, то там мы получим синий цвет. Ну, это элементарно для всех химиков. А если нальем воду в третий стакан, то получим, конечно же, малиновый. И теперь можно смешивать эти цвета и получать из них другие. Например, если смешаем малиновый и синий, то получим, как вы думаете, какой? А вот давайте проверять. Мы получаем вот такой фиолетовый, да? Красивый цвет. Очень интересный. Но надо его немножко разбавить. Сейчас мы добавим буквально чуть-чуть прозрачной воды. И вся вода снова стала прозрачной. Вы видите, что это очень интересно. Но, если вы хотите заняться творчеством прямо сейчас, вот не откладывайте этот момент. Смело идите на кухню. Открывайте холодильник. Доставайте кетчуп, майонез, горчицу, другие цветные соусы. Смешивайте это все. Пробуйте. И вас ждет целая палитра ярких, сочных вкусов. До новой встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok